Всем привет, это Андрей, он же B-Boy Pluto, команда RAFNKT город Киев и я на проекте BreakAdvice. Сегодня я вам покажу одну из разновидностей твистов, это твисты в узоре или там твисты в бочке, твисты со сведенными ногами, неважно как они называются, но это один из моих любимых элементов, не так много повормучиков его используют на сегодняшний день, поэтому я с удовольствием поделюсь секретом с вами. В общем, техника этих твистов заключается в том, что в отличие от обыкновенного захода на твисты, это делается медленней и акцент идет больше на руки и на плечи. Вы, когда заходите, заходите на обыкновенные твисты и потом, то есть сначала идет входящая рука, потом исходящая, вот когда вы переходите на исходящую руку, вы начинаете сводить ноги. Вы сводите ноги, поджимаете их к себе и потом резко выстреливаете вверх и в этот же момент перелетаете на другую руку и когда вы перелетаете на входящую руку, вы обратно ноги поджимаете к себе. То есть происходит такой, каждый ваш переход с одной руки на руку, да, и там прыжок, это подразумевает прижимание к себе ног и выстреливание вверх. Опять прижимание ног, опять выстреливание вверх. То есть выстреливание происходит в момент перепрыгивания с руки на руку. И также в отличие от обыкновенных твистов, если, как правило, обычные твисты делаются на, ну, вы, грубо говоря, делаете как можно шире, да, стараетесь делать, и может низко, то твисты со сведенными ногами делать гораздо легче, если вы будете вести руки немножечко выше. Потому что можно очень легко потерять, ну, потерять высоту быстро и упасть, когда вы переходите, когда вы перепрыгиваете на входящую руку. С учетом того, что у вас ноги сведенные, у вас нет маха, и ноги просто могут упасть вниз. Поэтому здесь акцент очень большой идет именно на входящую руку, что при перепрыгивании, во-первых, вы можете вести руки немножко выше, то есть когда вы перепрыгнете, у вас будет запас высоты, да, что позволит вам как можно быстрее, то есть у вас хватит времени и высоты перейти со входящей руки на исходящую. Таким образом вы сможете сделать вот этот переход самый тяжелый и потом просто выстрелить и сделать хотя бы там один твист. Твисты со сведенными ногами, это подразумевает очень большой контроль тела. То есть в любом случае вы должны научиться сначала делать обычные твисты и только потом уже стараться варьировать и играть с узорами, с техниками и так далее. То есть в любом случае вы должны научиться в первую очередь делать обыкновенные твисты и также следите за тем, как вы ведете руки. Как я уже сказал, твисты со сведенными ногами подразумевают немножечко, немножко больше высоту. Вот, поэтому вы можете в процессе тренировки твистов со сведенными ногами пересмотреть вашу технику и может ее как-то подкорректировать и переделать именно под этот элемент. Под высотой я подразумеваю заход в первую очередь, то есть это фактически должно быть как можно выше, фактически как стойка на руках. Для того, чтобы у вас был, опять же, запас при переходе с обходящей руки на исходящую. Что касается ног, то очень важно следовать маху. То есть, например, если я прыгаю твисты с правой руки, я делаю мах, соответственно, правой ногой, да, то моя правая нога, я завожу ее и она будет, ну, ноги будут сведены в щиколотках и моя правая нога будет на левой ноге. Что касается момента, когда нужно сводить ноги, это индивидуально для каждого. Я, например, сначала захожу, да, на медленной скорости, захожу на входящую руку, потом на исходящую, не спеша свожу ноги, прижимаю их к себе, разворачиваю плечо и только потом перепрыгиваю. С вами был Плута, командиров на КТ «Город Киев» на проекте BreakAdvice. КТ «Город Киев» на проекте BreakAdvice.